Сервис джойтека, ну, довольно известный уже сейчас. Это сервис для создания квестов. Его прежде всего позиционируют как сервис для создания квест-комнат, квест-рум. Но есть у него возможность создания викторин. В том числе есть и видеовикторина, интерактивное видео. Вот две ссылочки я отправила. Первая ссылка – это про миф о Прометее, и вторая ссылочка – про лукоморье. Да, про Прометее – это мой вариантик, но у лукоморья уже другого автора. Опять-таки, сервис поддерживает только видео по ссылке и только YouTube, несмотря на то, что он русскоязычный и создан нашими российскими программистами. Вот окошечко для старта работы. Итак, с левой стороны у нас ссылка на YouTube, видео тут же у нас открылось здесь. Дальше, с правой стороны – описание к интерактивному видео. Здесь мы можем написать какое-то задание, что требуется от участников. Например, «Посмотри видео, ответь на вопросы». Либо вот как у меня, какую-то аннотацию сюда вставить. А дальше, точно так же, как и в предыдущем сервисе, мы запускаем видео, ставим его на паузу и добавляем один вариант из предложенных. Что здесь из предложенного есть? Предисловие – это как раз задание, которое будет появляться перед началом просмотра. А дальше пошли вопросы с множественным выбором, с одиночным выбором. В первом случае будет несколько правильных ответов, а во втором только один. Открытый вопрос – когда появится окошечко, куда нужно вписать правильный ответ. Ну и комментарий. Это текстовое замечание создателя этой викторины. Ну, вот дополнительная информация, как у нас в Learning Apps это было, так и здесь такая возможность есть. Ну, давайте смотреть на конструктор поближе. Ну, вот, пожалуйста, одиночный выбор. Видео я запустила, поставила на паузу и добавила одиночный выбор. Вот время, отсечка у меня чуть ниже появилась автоматически. А дальше я добавляю сам вопрос. Правильный ответ отмечаю зелененькой точечкой. По умолчанию здесь 4, можно лишнее удалить, если это нам необходимо. И запускаем видео дальше. Переходим к следующему вопросу, к следующему типу. Точно так же выглядит примерно и множественный выбор, только теперь мы отмечаем, допустим, 2 или 3 правильных ответа в этом видеоролике. А так, в общем, все то же самое. Конструктор такой же. Все здесь очень просто. Открытый вопрос. Здесь вообще от нас требуется только сам вопрос. Все остальное участник уже будет дописывать сам. Часть опций мы видим, что здесь помечены значком корона. Это платная опция. Джои Тек, они бесплатный сервис, он условно бесплатный. Ряд возможностей здесь премиальные. То есть здесь, например, действия при верном ответе, действия при неверном ответе. То есть какая-то обратная связь здесь настраивается. Джои Тек – российский сервис, поэтому если есть необходимость, можно оплатить этот платный тариф и использовать все возможности по максимуму. Цена там меняется, поэтому по поводу цены сориентировать вам не смогу. Но если вы зайдете на главный сайт, там прочитаете стоимость. Когда я платила, последний раз было полторы тысячи в месяц, по-моему. Сейчас не знаю, как все поменялось. Но это в том случае, если вы планируете их массово создавать в видеоролике. Для создания одного, конечно, смысла нет. Оплачивать платный тариф. Итак, комментарий. Выглядит поля друг на друга совершенно похоже. Здесь у нас есть временная отсечка, есть поле, куда вы вписываете любую текстовую информацию. Нажимаем «Сохранить» и двигаемся дальше. И вот таким образом мы внутрь видеоролика начинаем вставлять интерактивность. Они у нас отмечаются значками с вопросом. Это вопросы, а значок с восклицательным знаком – это значок комментария. И так будет проще сориентироваться. В заключении переходим к настройкам. Когда все добавлено, мы еще можем настроить. Вот это важно для учителей. Если вам нужна статистика, вы хотите собирать результаты просмотра и тому подобное. Здесь есть такие опции. Во-первых, можно разрешить зрителю перематывать видео назад. Если он что-то пропустил, он может вернуться назад и еще раз пересмотреть. Дальше. Можно собирать результаты просмотра. Что это будет? То есть перед началом просмотра участника, которому вы эту ссылку отправите, попросят представиться. И вы будете знать, кто именно работает с вашим видеороликом. И запрашивать данные зрителя. Вот как раз тоже этот же вариант. То есть попросят представиться. Всю эту статистику вы увидите в личном кабинете, когда начнете анализировать работу. Общий результат просмотра зрителю тоже можно показать. Почему нет? Он может увидеть, где он ответил верно, где неверно. Остальные опции, как мы видим, это премиальные опции. Тут можно ограничить доступ к видео, разрешить перематывать вперед, сохранить информацию о частичных просмотрах и так далее. Там уже более дробная статистика. Это уже заплату. Но в общем и целом, если так смотреть, бесплатный тарифный план. Здесь неплохой, возможности есть неплохие для создания видеороликов. Надо еще проверить, что по количеству видеороликов. Появились ли ограничения у джиотеки. В последний раз, когда я им пользовалась, в рульте ограничений особых не было. Но тут приходится постоянно отслеживать, потому что тарифная политика очень часто меняется. И у джиотеки тоже. На выходе, что видит участник, когда он включает видеоролик? Ну, по сути, должен увидеть вот такую вот картинку. То есть здесь видео, вопросики по нему расставлены. И мы запускаем просмотр и начинаем смотреть. И отвечаем на вопросы по ходу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!